Детское радио представляет сериал Новые приключения Веснушки и Кипитоши Веснушка, а что ты такое рисуешь смешное? НЛО Что-что? Не понял? Неопознанный летающий объект Ну, или космическую летающую тарелку На фоне ночного города А-а-а, красиво А какой это город фантастический, да? Почему фантастический? Это наш родной город Москва Только в будущем Вот видишь красные точки на синем фоне? Это огни Кремля А это мост... Интересный сюжет Летающая тарелка в самом центре Москвы Понимаешь, Кипитоша, нам вчера в школе На уроке москвоведения дали задание Нарисовать иллюстрацию к своему сочинению Каким ты видишь город будущего? Вот я и решила Изобразить то, что будет происходить совсем-совсем скоро Да А это что? Или кто? Инопланетяне, что ли? Угадал Сейчас я им улыбку нарисую Да, пожалуйста Сделай им улыбку поярче А то они страшные какие-то Лысые и с большими глазами Вовсе не страшные А такие, какие бывают на самом деле В каком смысле бывают на самом деле? А-а-а, опять фантазируешь? Никакие это не фантазии А реальная действительность Я пытаюсь нарисовать космических пришельцев так Как их описывают очевидцы Ну, то есть люди, которые с ними лично контактировали Веснушка, но неужели ты веришь в сказки Так называемых очевидцев, которые начитались научной фантастики? Хех, да может им это приснилось Вот они и решили выдать желаемое за действительное Я раньше тоже не верила в существование внеземных цивилизаций И думала, что НЛО можно увидеть только в кино Но последние научные данные доказывают обратное Какие такие данные? А такие, что, например, на одежде людей, встречавшихся с пришельцами Ученые находят следы радиации Ты что, правда в это веришь? Конечно, верю! Мне бы, например, очень хотелось с ними встретиться И прокатиться на летающей тарелке Да, кажется, из тебя получится замечательный писатель-фантаст Опять ты за своем! Писатель-фантаст! Кипитоша, ведь ты можешь быстро перемещаться во времени и пространстве Почему же ты так уверен в том, что другие не могут? Потому что у меня дар волшебный А космос совсем другое дело Там действуют законы физики Ну, хорошо! Вот, послушай Саша Спирин прошлым летом сам лично видел сразу три неопознанных летающих объекта Причем, видел он это не один, а со своей младшей сестренкой Юлей и еще некоторыми приятелями И где же это случилось? На даче вечером, когда ребята сидели у костра Три круглых светящихся объекта спустились с неба и зависли над кукурузным полем И кукурузное поле превратилось в попкорн Не перебивай! Два из них светились желтым светом, а третий – оранжевым Ребятам было интересно узнать, что же это такое Так вот, двое Сашиных приятелей решили подойти поближе Но стоило им сделать несколько шагов, как загадочные шары мгновенно переместились И оказались всего в нескольких метрах от ребят, которые, испугавшись, вернулись обратно к костру А Саша успел хоть сфотографировать это чудо природы? Нет, у него с собой не было фотоаппарата И к тому же ему пришлось успокаивать Юльку, которая от страха разревелась А, ну, понятно, да А и чем же закончилась эта детективная история? Шары повисели в воздухе еще несколько минут и быстро исчезли в вечернем небе А я-то думал, что из одного шара вышел лысый чудик с большими глазами и сказал «Девочка, не плачь, хочешь покататься на моей летающей тарелочке?» Сам ты чудик, Кипитоша, и пессимист Я тебе больше ничего не расскажу Ну ты что, обиделась, что ли? Ну ладно, ну пойми, ну никаких тарелок и тем более инопланетян не существует Не существует? А как ты тогда объяснишь этот случай с точки зрения физики? Да как угодно Если, конечно, исключить групповую галлюцинацию То круглыми светящимися объектами могли оказаться просто шаровые молнии Вот-вот-вот И ученые пытаются объяснить все природными атмосферными явлениями Но не всегда у них это получается А сами тем временем тайно изучают остатки разбившихся НЛО Интересно А откуда ты знаешь такие космические тайны? Из папиного научного журнала Там, кстати, было написано, что люди встречались с инопланетянами еще в древние времена Ой, я не могу Да-да-да, и не смейся К примеру, в Китае совсем недавно были обнаружены рисунки на старинных камнях С изображением странных объектов, напоминающих летающие тарелки Это неудивительно Ведь во все времена существовали люди с богатым воображением и талантом художника Например, как ты, Веснушечка Все, довольно А еще друг называется И вообще, если тебе не нравится мой рисунок, то... Рисунок мне нравится, ты меня неправильно поняла Все я поняла Тебе, Кипятоша, просто завидно, что кто-то, кроме тебя, может обладать волшебным даром перемещения в пространстве Опять про тарелки? Да, опять, потому что они существуют Нет, не существуют И пришельцы существуют И вообще, что ты тут раскипелся? Чайнику положено кипеть на кухне Ах, 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 вот значит как Хо, ну и ладно Я пошел на кухню, а ты можешь сколько угодно верить в сказки и рисовать глазастых чудиков Ну, погоди, Кипитон Я этого так не оставлю Ты еще пожалеешь, что не дал мне хоть немного пожить в сказке и помечтать Тоже мне реалист приземленный Парсик, иди сюда, хороший мой Только ты меня понимаешь, правда? Ну, как же заставить Кипитошу поверить в существование инопланетян О, кажется, придумала Надо разыграть сцену моего похищения Барсик, ты мне поможешь? Сначала наведем в комнате беспорядок, чтобы создать ощущение тревоги Так, Барсик, прыгай на стол Не бойся, не бойся Теперь поиграй с карандашами Давай, давай, разбрасывай их, смелее Пусть на пол падают Молодец! А я пока раскидаю книги И вещи на стуле Отлично! Теперь надо открыть окно И оставить уходящие следы на подоконнике Как раз недавно снег выпал Так, Барсик, брысь пока Так, левый тапочек Отлично! Теперь правый Все, отпечатался Самое главное Написать прощальную записку Угу На чем бы ее написать? О, придумала На рисунке Так Готово! Попробуй, Кипитоша, после этого Не поверь, что кроме физики в этом мире еще что-то существует Осталось только спрятаться понадежней Чтобы он ни за что меня не смог найти Но куда бы спрятаться? Ммм, кажется, знаю Одно укромное местечко Между дверью и стенкой Где стоит пылесос Там он вряд ли будет искать Сейчас я туда аккуратненько пролезу О, отлично! Заодно в щель все хорошо видно Эй, Барсик, только ты меня не выдавай, пожалуйста Ты ведь артист, правда? Ну, все, теперь тишина Веснушка Веснушка, ты знаешь, я тут подумал на досуге Наверное, я погорячился Не стоит нам ссориться из-за такой ерунды Веснушка, не хочешь со мной разговаривать? Да? Ну, ладно тебе Давай мириться Что тут вообще происходит? Что это за беспорядок? Эй, Барсик, а где Веснушка? Понятно Рассердилась на меня Все разбросала и ушла гулять Хотя... Хотя я не слышал, что входная дверь хлопала А-а-а Веснушка, ну хватит меня разыгрывать Давай мириться, выходи Где ты спряталась? А это что у нас? Следы какие-то? На подоконнике почему-то Барсик, а что происходит вообще? Я не понимаю А где Веснушка? Ай, рисунок валяется на полу Здесь что-то написано Кипитоша, меня забирают пришельцы Жаль, что ты мне не верил Передавай привет родителям И не забывай про Барсика Я вас всех очень люблю Не грусти, твоя Веснушка Как? Как? Какие пришельцы? Как? Барсик, это правда? Да этого же не может быть Веснушка, Веснушечка, ты где? Я не хотел тебя расстраивать Вернись А может, все-таки она под кроватью? Нет никого Веснушка! Что же мне делать-то теперь без тебя? Эх, Веснушка, зачем ты согласилась улететь? Почему не позвала меня на помощь? Я же не смогу жить без тебя, Веснушка Веснушка Кипитоша, ты правда подумал, что... Веснушка! Ох ты! Как же ты меня напугал А что же ты где... Успокойся, успокойся, пожалуйста, Кипитошенька Прости, я ведь тебя так люблю И не хотела Это ты меня, это ты меня, прости Я больше никогда, никогда не буду тебя расстраивать Ой, фух Все правильно, правильно Мечтать надо Ты мечтай, конечно Обязательно мечтай И пусть мечты твои непременно сбудутся Ведь все хорошо теперь, да, Веснушка? Конечно, Кипитоша Все хорошо Новые приключения Веснушки и Кипитошень Продолжение следует Субтитры создавал DimaTorzok